По многочисленным просьбам в этом выпуске я сравню вооруженные силы Советского Союза и стран Варшавского договора с вооруженными силами США и стран НАТО в период 80-х годов. А также расскажу массу интереснейших исторических фактов об этих странах. Погнали! А для начала давайте сделаем краткий обзор армии Советского Союза и стран Варшавского договора. Войска стран Варшавского договора представляли собой довольно пеструю картину. В общем, они делились на северную и южную группу. Много внимания уделялось оснащенности армии восточноевропейских стран. На конец 70-х и 80-х годы пришлось принятие на вооружение огромного количества боевой техники и оружия нового поколения. Танковый парк армии стран Варшавского договора был огромен. По оценкам он насчитывал 53 тысячи советских танков и еще около 15 тысяч восточноевропейских. Большую долю составляли старые машины Т-54 и Т-55, находившиеся в дивизионах второго эшелона, дислоцированных в центральной части СССР. В числе современного вооружения были различные модификации Т-72, Т-80 и Т-64. В боеготовом состоянии содержалось около 100 тысяч боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Самыми современными из них были боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, боевые машины десанта, а также бронетранспортеры БТР-80. Имелось порядка 50 тысяч артиллерийских орудий, систем и реактивных установок. В их числе самоходные галбицы Гвоздика, Акация и буксируемые орудия Д-30. Реактивную артиллерию представляли системы залпового огня ГРАД, Ураган и СМЕРЧ, а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1. Ракетные установки были представлены комплексами СКАД и ТОЧКА. Противовоздушная оборона состояла из современных зенитно-ракетных комплексов БУК и С-300 в противосамолетном и противоракетном вариантах. Были и более старые установки, такие как КУБ и многие другие. Военно-воздушные силы имели на вооружении около 6 тысяч самолетов разного назначения, в их числе истребители МиГ-29, Су-27, МиГ-25 и МиГ-31, который стал первым в мире боевым самолетом, оснащенным радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой с электронным управлением лучом. Штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24. Имелось 162 тяжелых стратегических бомбардировщика, основным боевым самолетом дальней авиации продолжал оставаться тяжелый турбовинтовой бомбардировщик Ту-95. Но имелись и новейшие тяжелые стратегические ракетоносцы Ту-60 с изменяемой геометрией крыла, которые стали крупнейшими боевыми самолетами во всей истории мировой авиации. А также различные модификации Ту-22. Парк вертолетов насчитывал около 6 тысяч единиц техники, в их числе ударные Ми-24, многоцелевые Ми-8 и Ми-17. Всего на вооружении Советского военно-морского флота имелось около 600 надводных кораблей океанской и дальней морской зоны, а также подводных лодок. В их числе 83 стратегических атомных подводных ракетоносцев, 113 многоцелевых атомных и 254 дизель-электрических подводных лодок. С 1980 года в строй вступали гигантские атомные подводные лодки проекта «941 Акула», а также серия атомных стратегических подводных лодок проекта «667 Дельфин», ракетных подводных крейсеров «Щука-Б» и множество других проектов. Ядром Советского морского удара были четыре авианесущих крейсера типа «Киев», были способны нести на себе 12 самолетов и 12 вертолетов. Уже был спущен на воду тяжелый авианесущий крейсер «Тбилиси» и «Варяг», являющийся дальнейшим развитием советских авианесущих крейсеров и несущие на себе по 36 единиц авиатехники. Военно-морской флот усиливали такие мощные боевые корабли, как четыре тяжелых атомных крейсера проекта «Орлан», имеющие на вооружении противокорабельные сверхзвуковые ракеты «Гранит П-700», зенитно-ракетные комплексы «С-300» и «Кинжал», а также универсальный артиллерийский комплекс «АК-130». Четыре ракетных крейсера проекта «Атлант». Основное вооружение крейсеров этого класса это 16 крылатых ракет «Базальт», в том числе и с ядерными боеголовками. Имеется также артиллерийская установка «АК-130». Семь больших противолодочных корабля типа «Беркут-Б». 14 эсминцев проекта «Сарыч» с противокорабельным комплексом «Москит», зенитно-ракетным комплексом «Ураган» и артиллерийской установкой «АК-130». Наиболее мощным компонентом обороны страны являлась стратегическая триада, ракетные войска, ракетные подводные крейсеры и дальняя стратегическая авиация. Суммарный стратегический потенциал состоял примерно из 10 тысяч ядерных боеголовок. Парк межконтинентальных баллистических ракет еще в 1981 году достиг своего наивысшего потолка в 1398 единиц. Из них 308 самых мощных в мире РС-20 «Сатана». Имелись также комплексы РС-12М «Тополь» с грунтовым базированием на мощных семиосных транспортно-пусковых установках. Интересные факты о вооруженных силах Советского Союза В 1945 году СССР разбил сильнейшую в мире часть объединенной европейской армии, но заплатил за это миллионами жизней и тысячами разрушенных городов. Сталин претендовал на главную роль, постоянно подчеркивая, что как главный победитель фашизма и главный потерпевший от него Советский Союз имеет больше прав в решении вопросов послевоенного устройства, особенно в Европе и Азии. Страны Западной Европы, разоренные войной и находящиеся под сильным влиянием коммунистических идей, не могли эффективно противостоять возможной экспансии СССР. Остановить Советский Союз могли только США, наименее пострадавшие от войны и обладавшие в то время монополией на ядерное оружие. Однако Советский Союз не только быстро восстановил инфраструктуру, промышленность и разрушенные города, но и в короткие сроки ликвидировал ядерную монополию США, создав ядерное оружие, тем самым лишив американцев возможности нанести безнаказанный удар. В 1955 году СССР отреагировал на создание блока НАТО созданием Организации Варшавского договора, точно так же создав Единые Вооруженные Силы Восточноевропейских государств, как это сделали на Западе. В ответ на наращивание военных сил западным военным блоком так же началось усиление армии социалистических государств. В целой серии войн в Азии и войн на Ближнем Востоке между арабскими государствами и Израилем, где Советский Союз и Восточный Блок поддерживали арабов, а США и НАТО – израильтян. Советские военные специалисты обучали войска арабских государств, которые были вооружены танками и самолетами, поступившими из СССР. Израильтяне использовали американскую военную технику и следовали указаниям советников из США. Советский Союз ввел войска в Афганистан в 1979 году с целью поддержать светский политический режим, ориентирующийся на Москву. Против советских войск и правительственной армии Афганистана воевали крупные формирования афганских маджахедов, которые пользовались поддержкой США и НАТО. Соответственно, ими же и вооружались. Советские войска покинули Афганистан в 1989 году. Гражданская война продолжилась и после их ухода. Ну а теперь давайте сделаем краткий обзор вооруженных сил США и стран Альянса НАТО. Войска стран НАТО были организованы гораздо сложнее, чем силы Варшавского договора. Главной их силой, как и прежде, были Соединенные Штаты. В 80-е численность постоянно расквартированного американского контингента была увеличена до 340 тысяч человек. ВВС США использовали 25 основных авиабаз, на которых было размещено около 85 самолетов. Также насчитывалось 5 военно-морских баз в Испании, Италии и Греции. В Лондоне находилось командование морской пехотой США. Всего в сухопутных войсках НАТО имелось около 30 тысяч танков. Армия США имела самое большое количество этих машин среди всех армий Альянса. Однако командованию НАТО подчинялись не все танковые части. Всего около 14 тысяч единиц. В их числе М-60 и Абрамс. Немецкий Бундесвер имел вторую по численности армию в НАТО, и его основу составляли танки Леопард-1 в количестве около 2500 единиц. Новейшим танком Германии был танк Леопард-2, число которых достигало 1800. Англичане располагали примерно 1200 танками, в числе которых имелись Челленджер. Из них только половина находилась на континенте. Танковые дивизии остальных стран НАТО имели на вооружении все те же машины американского и немецкого производства. На вооружении стояло порядка 40 тысяч бронетранспортеров и боевых машин пехоты, в их числе американские М-113, М-2 Брэдли, швейцарские БТР «Пиранья» и британские «Вориор». Парк артиллерии стран НАТО насчитывал порядка 50 тысяч единиц, в их числе самоходные гаубицы М-109, буксируемые Л-118 и реактивные системы залпового огня М-270. Противовоздушная оборона представлена британскими зенитно-ракетными комплексами РАПИР, американскими Патриот и ХОК. Военно-воздушные силы США и НАТО имели около 5000 самолетов разного назначения. В их числе были новейшие и перспективные американские истребители F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и Hornet. Имелись также более старые американские истребители Phantom 2 и истребители-бомбардировщики F-111. Франция содержала истребители собственного производства. Это Mirage F-1, разработанный в 60-х годах, а также более современный Mirage 2000 и истребитель англо-французского производства Jaguar. Британские летчики помимо американских истребителей использовали англо-германо-итальянские самолеты Торнадо. Остальные страны НАТО использовали примерно ту же технику. Парк стратегической авиации в общей сложности насчитывал около 600 самолетов. Некоторые из них были носителем и крылатых ракет большой дальности AGM-86B. Основным представителем был бомбардировщик B-52. Но имелись также и новейшие B-1 Lancer. Парк вертолетов содержал порядка 10 тысяч машин разного назначения. В их числе ударные Apache и Cobra Многоцелевые и Rokess и Black Hawk Военно-морские силы стран НАТО содержали около тысячи крупных боевых кораблей и субмарин. Всего в американском флоте насчитывалось 40 атомных подводных лодок. В их числе были новейшие субмарины типа Огайо. Имелись также и французские атомные стратегические подводные лодки «Редутабль» и 4 британских атомных стратегических подводных лодок типа «Резолюшн». В 80-е годы были отмечены увеличением количества авианосцев. Сделанные в это время ассигнования позволили ввести в строй 3 новых авианосца типа «Нимец». В сочетании с продлением срока службы уже имевшихся кораблей позволило США к концу 80-х годов иметь в строю 14 авианосцев, на которых могло базироваться порядка 500 самолетов, способных нести ядерное оружие. Не были забыты и прежние хозяева океанов – линкоры. В 80-е годы линейные корабли типа «Айова», построенные еще во время Второй мировой войны, были выведены из резерва флота США, вооружены ракетами «Гарпун» и «Домогавк», а также скорострельными артиллерийскими установками «Фалакс». В американских военно-морских силах появились передовые разработки по управлению боем в виде системы «Иджис», которая является информационно-управляющей системой, объединяющей все вооружение корабля. В 80-е были построены новые фрегаты типа «Оливер Перри» и крейсера «Тикандерога», оснащенные этой же системой. А также под нее были спроектированы эсминцы типа «Арли Бёрк». Американская ядерная триада претерпевала значительные качественные изменения и имела около 10 тысяч боеголовок. На вооружении наземного компонента состояли чуть более тысячи наземных пусковых установок, в их числе «Минитмен-2», «Минитмен-3» и «Титан-2». Парк межконтинентальных баллистических ракет пополнялся новыми ракетами «Пискипер». Интересные факты о армии США Сразу после Второй мировой войны США захотели закрепить за собой мировое лидерство и создать мир, основанный на американских ценностях, пользуясь временной слабостью вероятных конкурентов, лежащих в руинах. Авторитет Советского Союза после разгрома им фашистской Германии был необычайно высок, в том числе и в государствах Западной Европы. Опасаясь распространения коммунистической идеологии и массовой ее поддержки, США начали активно противодействовать СССР, имея колоссальную экономическую фору перед своим восточным противником. После войны США стали кредитором западноевропейских государств, фактически оформив их экономическую зависимость от Америки. Весной 1946 года Уинстон Черчилль произносит свою знаменитую «Фултонскую речь», с которой обычно связывают начало Холодной войны. В том же году США инициировали создание военного блока НАТО, мотивируя его необходимостью борьбы с советской угрозой. В Европе начали появляться американские военные базы, наращиваться численность вооруженных сил европейских армий, увеличиваться количество военной техники и боевой авиации. В 1950 году между двумя кореями, социалистической и капиталистической, началась война, в которой, естественно, СССР поддержал Северную Корею, а США – Южную. На стороне КНДР неофициально воевали советские летчики и военные специалисты, а также отряды китайских добровольцев. США оказывали прямую военную помощь Южной Корее, в открытую вмешавшись в конфликт, который закончился подписанием мира и сохранением статус-кво в 1953 году. С 1965 года США оказывали открытую военную помощь Южно-Вьетнамскому режиму. Регулярные американские войска наряду с армией Южного Вьетнама участвовали в военных действиях против северо-вьетнамских войск. Скрытую помощь Северному Вьетнаму, оружием, техникой и военными специалистами оказывали СССР и Китай. Война закончилась победой коммунистического Северного Вьетнама в 1975 году. К началу 80-х годов армия США подошла не в лучшем состоянии. Хотя проведенный в 70-е переход к контрактной армии, назревшей по итогам войны во Вьетнаме, снял политические проблемы, связанные с призывом, в целом ситуация оставалась не слишком благоприятной. Символом этого стал оглушительный провал 24 апреля 1980 года операции «Орлиный коготь» по освобождению заложников из захваченного посольства США в Тегеране. Одновременно с этим противостояние стран капиталистического и социалистического лагерей обострилось из-за распоряжения американского президента Джона Картера о вступлении в продолжительные военные конфликты с Советским Союзом. Затем последовали ограничения на квоты по зерну и бойкоту Олимпиады-80. Издается директива номер 59 о применении ядерного оружия в ходе боевых действий. С приходом к власти Рональда Рейгана принимается новая военная стратегия и увеличивается военный бюджет, а также создается командование сил специальных операций. Ну а теперь, давайте, наконец, сделаем вывод. Взаимная вражда Советского Союза и Соединенных Штатов Америки была обусловлена принципиальными различиями во внутреннем социально-экономическом и политическом устройстве, а также некоторыми историческими факторами. США к тому времени более 170 лет не знала иностранного вторжения с тех пор, как англичане в 1814 году высадились на восточном побережье и сожгли американскую столицу. Участвуя в двух мировых войнах, американские вооруженные силы вели боевые действия далеко за пределами своей территории. Основную часть войн, которые вела Российская империя и Советский Союз, проходили на их территории и приносили огромные разрушения, экономический ущерб и страдания народу. Важно отметить, что две великие державы никогда не были прямыми противниками в войнах. Огромный задел перспективных разработок СССР и мощная оборонная промышленность, несмотря на сильные удары политики Горбачева по инерции, продолжали обеспечивать потребности армии и флота в вооружениях. Однако их объемы, конечно же, были уже не те. Несмотря на отставание от Запада в таких областях, как разработка современной электронной техники, особенно цифровой, систем связи и управления, Советский военно-промышленный комплекс удачно компенсировал слабые стороны своих разработок, лучшей продуктивностью технических решений. Социалистическому блоку из семи стран противостоял блок из 15 капиталистических. Даже приблизительное сопоставление потенциала этих государств по общей численности населения показывает более выгодное положение НАТО. Нет никаких сомнений в том, что главным театром боевых действий стала бы Европа, и именно там решилась дальнейшая судьба мира. В разгар холодной войны в Европе находилось чуть менее 3 миллионов военнослужащих и 100 армейских дивизий, закрепленных за НАТО. Некоторые танковые части НАТО располагались за пределами предполагаемого европейского театра военных действий в Турции, Греции, Италии, Португалии и Испании. У Советского Союза на тот момент было вдвое больше дивизий по сравнению с противником. Танковая группа Советского Союза, соответственно, была также почти вдвое больше, чем у НАТО. В то же время артиллерия США опережала советскую по качеству боеприпасов и тактике стрельбы. Армия стран Варшавского договора наполовину состояла из солдат Советской Армии. В армии НАТО только четверть военнослужащих имело американское гражданство. При этом под вопросом оставалось участие Франции в начальных боях, ведь она не состояла в то время в Альянсе и в военном плане действовала самостоятельно. В то же время Румыния и Польша были сомнительными союзниками Советского Союза, а слабая Болгария не могла предложить никакой существенной помощи. Географическая близость стран Варшавского договора к СССР одна из сильных сторон в предполагаемой войне. Их же главного противника США от союзников отделяет Атлантический океан, что сильно затрудняло переброску подкрепления. Преимущество сил организации Варшавского договора в танках и боевых машин пехоты компенсируется преимуществами стран НАТО в противотанковых средствах и высокоточном оружии. Слабостью НАТО считалась и малая оперативная глубина обороны. У США в 80-е имеется превосходство по боевым возможностям, авиационной поддержке и числу вертолетов. Советский Союз значительно отставал по развитию авиационной электроники, однако отнюдь не стремился к раздуванию этой проблемы. Советские штабы сделали ставку на неожиданность и сокрушительные удары самолетами, которые должны были идти тремя волнами. По плану бомбардировщики средней дальности в первые минуты войны уничтожали ядерные хранилища, командные и управляющие центры по всей глубине театра военных действий. НАТО, в свою очередь, собиралось наносить главный удар по второму эшелону советской обороны. Курс на создание мощного океанского флота был взят в СССР в середине 50-х годов. При этом особое значение придавалось развитию подводных сил. По итогу военные флоты двух держав имели четко выраженную асимметрию в корабельном составе. Если у Советского Союза более половины составляли подводный флот, то в США 40% водоизмещения флота составляют авианосные и десантные корабли. Мощные подводные силы стали сильной стороной советских военно-морских сил. Подводные лодки Северного флота в первую же очередь через коридоры между Великобританией, Исландией и Гренландией принялись бы патрулировать трассатлантический морской путь, по которому США начали бы перебрасывать военную технику и подкрепление в Европу. У Альянса при этом было бы достаточно количества противолодочных кораблей и субмарин для организации охоты за советскими подводными лодками. На кораблях НАТО были установлены самые современные образцы противокорабельных ракет. Также у американских военно-морских сил имеются более совершенные авианосцы, гораздо большие амфибийные силы и имеется преобладание по водоизмещению основных надводных боевых кораблей. Если палубная авиация США в составе более полутысячи самолетов-носителей ядерного оружия способна наносить удары по территории СССР и его союзников, то советская морская авиация предназначена для борьбы с корабельными группировками и не шибко подходила для бомбардировки наземных объектов. По итогу сравнения флотов можно сказать, что в военно-морских силах США и других стран НАТО крейсеров, эсминцев и фрегатов, оснащенных современным ракетным вооружением, почти втрое больше, чем у стран Варшавского договора. Тройное превосходство НАТО в числе надводных боевых кораблей основных классов компенсируется преимуществом стран Варшавского договора в числе и качестве подводных лодок. Военную доктрину Советского Союза от блока НАТО отличало то, что по мнению Москвы ядерное оружие должно было стать лишь частью боевых действий и даже не обязательно решающим фактором. По мнению США массированное применение ядерного оружия должно было в определенной мере стать началом и концом войны, учитывая те огромные разрушения, которые оно могло вызвать. В отношении стратегических сил СССР и США сохранялся статус-кво благодаря договоренности о их количестве и качестве. В случае развязывания конфликта тактика СССР носила решительно наступательный характер и предусматривала молниеносное наступление, которое позволило бы Варшавскому договору захватить большую часть Западной Европы за несколько недель и дойти до Атлантического побережья, чтобы не дать Соединенным Штатам, Канаде и Великобритании высадить подкрепления для НАТО в северной части Европы. Чтобы быстро добиться успеха с минимальными потерями в начальном этапе, СССР создал бы на главных направлениях наступления численное превосходство 5 к 1 и даже больше. У Соединенных Штатов и их союзников все было гораздо проще – в начале конфликта они прибежали бы к массированному применению ядерного оружия. Советы же постарались бы упредить их в нанесении ядерных ударов в целях защиты территорий СССР и стран Варшавского договора. Советский Союз в первые же дни войны мог бы обрушить на западные цели ядерную лавину общей мощностью в 7,5 мегатонн. При этом одна только Великобритания могла бы сбросить на Советский Союз 40 ядерных бомб. А по плану, разработанному в 1960 году, США собирались применить около 3200 единиц ядерного оружия. Исход военного конфликта между двумя крупными военными блоками был совершенно непредсказуем. Главным сдерживающим фактором являлось наличие ракетно-ядерного вооружения в огромных количествах как у Соединенных Штатов, так и у Советского Союза. За годы противостояния стороны накопили такое количество ядерных зарядов, которого хватило бы на то, чтобы полностью истребить друг друга. Такого исхода не хотел никто. Поэтому стороны всячески избегали открытого военного столкновения. Но, тем не менее, периодически пробовали силы на прочность в локальных конфликтах, помогая какому-либо государству скрыто или непосредственно, участвуя в военных действиях. История показала, что какой бы ни была мощной страна, слабость, недальновидность и предательство руководства может за кратчайший период уничтожить все достижения народа. Армия СССР не была уничтожена в ходе войны. До самого конца она выполняла возложенные на нее обязательства и дала огромный задел для стран бывшего постсоветского пространства. Борьба Советского Союза и США была борьбой двух противоположных экономических систем и мировоззрений в целом. Ликвидация Советского Союза совсем не означала несостоятельность и бесперспективность левых идей. Ведь, как мы знаем из истории, тот же капитализм пытался овладеть миром, борясь с феодализмом, еще с 15-го века, переживая победы и неудачи, революции и контрреволюции. Глядя на мировые тенденции, становится ясно, что идеи социальной справедливости еще дадут о себе знать. Вопрос лишь в том, где на этот раз будет их очаг. Ну а теперь обязательно посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересны. Вступай в мою группу ВКонтакте и подписывайся на мой второй музыкальный канал. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания.